Вы, женщины, на самом деле, обладаете таким мощным магнитином для мужчин. Мне нравится быть актером, мне нравится играть, мне нравится, будто это вся кухня. Ну, творческие люди, это же столкновение интересов, бурлящие всякие водопады. Сегодня в кадре Константин Соловьев, актер, покоривший своими ролями в кино и театре многих женщин. Связать свою жизнь с искусством изначально Константин не планировал. Пошел учиться в школу милиции, но понял, что это не его. Хотя в кино сыграл не одну роль сотрудника ФСБ, оперативника, военного и сотрудника спецгруппы. Воспитывает двух дочерей и считает их самыми главными королевами в своей жизни. Я же сначала искал себя, то есть я в медицину пошел, медбратом закончил медицинское училище. Потом я пошел в высшую школу милиции, то есть юридическое образование получать. Ну, там армия, там высшую школу милиции, там поработал. А потом попал вот в Щукинское театральное училище, уже лет 22, мне 23, не помню точно уже, 22, 23 было. Вот я уже как раз и попал, то есть уже достаточно взрослым человеком, ну, как бы, по идее, да. То есть у меня не было прям самоцелью с самого детства. Но вот я, у меня сестра, моя сестра, она меня вот подтолкнула к этой мысли, и я попробовался. Потому что первый я не поступил год, но второй я уже поступил, и слава богу, что так получилось, потому что вот во второй год набирал педагог, самый лучший на то время, и сейчас он, я считаю, самый лучший, Иванов Владимирович, мой учитель, мой ментор такой, вот. И слава богу, что так все случилось. Ой, не знаю, на самом деле это сложно, потому что женщины, вы женщины, на самом деле, обладаете таким мощным магнитином для мужчин. Но все равно, как бы там мужчина не характерился, все равно женщина, по-моему, по моему личному мнению, влияет всегда. Да, мне кажется, все равно, все равно, но только нужно быть одному тогда. Если ты живешь с женщиной, все равно есть влияние мощнейшее, как бы ты не был бы каким-нибудь брутальным, богатым, все равно. Есть женщина, которая на тебя влияет, вот сто процентов. Очень приятно, мне очень нравится, это здорово, это прекрасно, я кайфую от этого, это круто, это прям, мне это в радость, вот я кайфую. Это тяжело в плане физически, ну понятно, то есть дети, это надо школу, ну вот это все, но я от этого получаю удовольствие и кайфую. Мне нравится, когда девочки там и танцуют, и они одеваются, и что-то там, перед зеркалом, малая сейчас особенно делает все это, это круто, это классно, на самом деле, да. Она просто царица, императрица, на самом деле, там еще характер такой, ну мне нравится, на самом деле, у нее сложный характер, но мне нравится, что у нее есть характер. Вот такой маму, ну своеобразный, то есть она управляет, ну как бы требует, добьется в свое, и мне нравится, что у нее вот есть такой вот прям, проявляется характер, мне нравится, смотри, как у нее это все развивается, расцветает, то есть не пропадет она в жизни, вот это прям меня радует. С семьей, вот с моими, да, в семье расслабляюсь, иногда, конечно, не буду лукавить, иногда и алкоголь выпью, но это так, знаете, ну когда уж совсем тяжело, но в принципе с семьей, конечно же, когда девчонки, когда дома, когда какие-то их дела делают, то есть отвлекаюсь, когда там и детский садик, и школа, ну какие-то такие вещи для семьи, для девчонок, для жены, то есть это вот мне прям отвлечение, и расслабление, и зарядка. Моя такая, и с женой мы иногда тоже, когда совсем уже встаем, мы недельку куда-нибудь, недельку, ну или два дня куда-нибудь обязательно уедем, вдвоем, и тоже вот такой вот у нас есть отдых, и хорошо становится, и потом продолжать, продолжать это прям, и заряжаться еще больше можно. На то и жизнь, чтобы два творческих человека находили какие-то компромиссы, мы находим, то есть я ей помогаю с ее там работой, с ее там балетом, с ее хореографиями, и она мне помогает, она мне дает советы, которые вот я прислушиваюсь, и которые мне очень помогают, направляет, она направляет даже вот в ту сторону, куда мне нужно двигаться в роли, ну то есть вот она мне помогает очень сильно. Как настоящая женщина. Вообще, то есть она, вот я же говорю, вот каждому мужчине есть настоящая женщина, которая вот всегда направляет, вот так всегда.